Доброго времени суток игрокам и будущим игрокам нашего сервера. Это пятое видео из рубрики ЧАОЙ. В данном видео мы с вами рассмотрим систему телефонов, систему рыбалки, а также рассмотрим функцию выбрасывания и поднимания предметов из инвентаря. Для начала мы с вами купим удочку. Для того, чтобы купить удочку, нужно отправиться в магазин спорттоваров. Магазин спорттоваров вы можете найти через команду GPS, выбрав нужный вам город, важные места, магазин спорттоваров. В данном случае мы находимся рядом со спорттоварами в городе Южном. Заходим вовнутрь, подходим к прилавку, нажимаем клавишу F и выбираем, что нам нужно. Нам нужен рыбаловный набор, он стоит 180 рублей, 554 штуки находятся на складе, нам хватит и одного. Покупаем его, выбираем место в инвентаре. Все, он нам пригодится, когда мы с вами отправимся на рыбалку. Сейчас мы с вами заедем в магазин телефонов, приобретем телефон, посмотрим его функционал в плане выбора мелодии, что в него еще входит в мимо этого. Попробуем с вами пополнить счет на свой телефон и так далее. Вот мы с вами и приехали в магазин мобильных телефонов. Опять же заходим вовнутрь. Подходим к прилавку, нажимаем клавишу F и выбираем купить телефон. Далее перед нами стоит выбор цвета телефона. Для того, чтобы его поменять, нажимаем на стрелочке справа от модели с помощью левой кнопки мышки. Давайте с вами уберем розовый цвет, нажимаем кнопку buy. Есть краткая подсказка по поводу, как использует телефон. Для того, чтобы его достать, нажимаем кнопку H. Для того, чтобы достать его в машине, к примеру, там где H это сигнал, набираем команду mobile. В данном случае мы с вами находимся не в машине, поэтому мы можем нажать кнопку H. В машине вылазит диалоговое окно, мы можем набрать номер, отправить смс, телефонная книга. В телефонную книгу можно добавить номер, добавить примечания. Также в телефон встроена функция для того, чтобы отследить ваше авто. То есть это в данном случае навигатор. Мы с вами рассмотрим настройки телефона, нажимаем настройки, выбираем рингтоны. Как вы видите, есть около 11 стандартных рингтонов. У премиум игроков их больше, но мы с вами посмотрим стандартно. Давайте пару из них прослушаем и что-нибудь из них возьмем в себя. Как вы видите, есть выбор. Или да, или нет. В данном случае нет. Пускай будет этот. Стоит отметить, что когда у вас звонит телефон, Вашингтон слышит не только вы, но и горячий, который находится далеко от вас. Поэтому можно козырнуть крутую музыку на телефоне. Поэтому не забывайте, это очень важная и прикольная функция. Также в информации мы можем посмотреть номер нашего обновления телефона. Его с вами нету, потому что мы с вами сим-карту не покупали. И также баланс номера опять же 0 рублей. Давайте мы с вами купим сим-карту. Опять же подходим к прилавку, нажимаем клавишу F, выбираем купить сим-карту. Вы видите, что нам присвоился номер телефона 73 65 58. Также у нас есть стартовый баланс, 15 рублей 50 копеек. Если вы хотите номер телефона поменять, вам нужно просто заново купить сим-карту. Но учитывайте, что каждая сим-карта стоит денег. Поэтому давайте подойдем сейчас к банкомату. Сразу пополним деньги на баланс нашего мобильного телефона. Указываем сумму, ну пускай это будет 50 рублей. А, я извиняюсь, нам нужно пополнять счета в банке. У нас в банке ничего нет. Ну, поэтому обойдемся со стартовыми 15 рублями. Так, а теперь давайте мы с вами отправимся на пляж и попробуем половить рыбу. Так как мы с вами уже рыболовный набор купили, это нам нужно только найти место и начать ловить рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы приехали на пляж. В данном случае мы будем с вами ловить рыбу на пляжу, которая находится рядом с работой рыболова. Но это не значит, что можно ловить только здесь. Можно ловить практически в любом месте, где есть доступ в воде. Для того, чтобы начать ловить рыбу, нужно достать наш рыболовный набор, который находится в инвентаре. Для того, чтобы это сделать, мы используем команду «Идемс». Убираем рыболовный набор, выбрать и используем. Соответственно, вот как вы видите, у нас в руках появилась удочка. Подходим к воде и пишем команду «Фиш». Наш персонаж закидывает удочку. Мы ждем определенное время, пока пройдет процесс ловли. И после этого мы с вами получаем результат. Был он успешный или не успешный. Как видите, мы ничего не поймали. Я попробую полвить рыбу, пока ее не поймаю. Видео немножко перекручу. И потом посмотрим результат и поговорим о том, где ее можно продать и сколько денег из-за этого получил. Как вы видите, мы поймали рыбу «Окунь». Точнее, я извиняюсь, «Окунь». Конкретно в килограммах не показывается, но будем считать, что это одна единица рыбы. Этот «Окунь» мы с вами можем продать или же использовать его в нашей системе готовки. То есть, жарить или сварить из нее уху. Но в данном случае мы с вами рассмотрим куплет на продажу. Для того, чтобы продать, нам нужно отправиться с вами в магазин 24x7, зайти на склад и продать. Для того, чтобы убрать удочку, нажимаем клавишу «H». Удочка убирается у нас из рук и прячется обратно на линдер. Для того, чтобы остановить анимацию, используем команду «Уху сам». Ну или же просто нажимаем левую клавишу мыши, тем самым бьем и сбрасываем анимацию. Теперь мы с вами отправимся в магазин 24x7. Я заеду в самый ближайший, для того, чтобы не тратить время. После того, как я буду на месте, мы с вами продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь есть два или три магазина 24x7, также бар, закусочные, магазин одежды. Но нам понадобится 24x7. Давайте, для примера, зайдем вот в этот. Обратите внимание, что справа от нас касса, где вы можете совершать покупку конкретно товаров магазина, а слева в конце, вот есть где можно продать рыбу или овощи, которые вы выращиваете с помощью нашей системы садоводства. Нам нужно продать рыбу. Нажимаем клавишу F, выбираем продать рыбу и продаем нашего окуня всего за 3 рубля 80 копеек. Ну, окунь, в принципе, считается самым дешевым, и поэтому цена на него очень маленькая. Тем более, у нас он был всего лишь в размере, точнее, в количестве одного. Если наловить больше рыбы и подороже, ну, точнее, покрупнее, то можно продать, конечно, подороже. Так, как и говорилось в начале видео, давайте с вами посмотрим по поводу системы выбрасывания и подбирания предметов. Давайте возьмем наш рыболовный набор. Вот он у нас есть в руках, да? Для того, чтобы его выбросить, выбираем рыболовный набор, нажимаем выкинуть. Как вы видите, он появился снизу у нас на земле. Слева вы видите сообщение, что предмет можно подобрать, использовать снова. Это означает, что этот предмет входит в те 80% предметов, которые можно выбрасывать. Если бы мы с вами выбросили тот предмет, который поднимать нельзя, вы бы увидели сообщение о том, что он выбросен и подобрать его снова уже нельзя. Для того, чтобы подобрать предмет, подходите к нему и нажимаете клавишу F. Как вы видите, то, что написано, что мы подобрали. Проверяем его наличие в инвентаре. Да, он у нас на месте. Важно знать, что каждый предмет, который вы выбрасываете на землю, он остается как объект, если это возможно. И также сотрудники полиции, а конкретно следственный отдел, с помощью набора криминалиста могут снять с него отпечатки пальцев. То есть, даже если мы в данном случае, как мы с вами, выбросили удочку, с нее можно снять отпечатки пальцев, и будет видно, кто последний эту удочку держал, и кто ее, грубо говоря, выбросил. Но, использовав медицинские перчатки, следы на оружии, на вещах, которые выбрасываются, не останутся. Поэтому, если вы хотите мусорить или где-то на месте преступления оставлять какие-нибудь бутылки, или еще какие-нибудь вещи, и хотите быть больным в уличном, то обязательно используйте медицинские перчатки. Ну, а на этом все. Спасибо за то, что посмотрели наше видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Мы постараемся на них ответить. Мы делаем это для вас. Спасибо за внимание. До встречи.